И вот просто сводить. Ладно, ладно, ничего страшного. И это мы переживём. И это мы переживём. И это мы переживём. И это мы переживём. Всем привет. Надо включить музычку. Обожаю Кифнос. По крайней мере пару треков его. Пару-тройку треков Кифнос обожаю. Обожаю Кифнос. Пару-треков. Так, ну, голос у меня на камеру, к сожалению, не записывается. Я не знаю, в чём дело. Ну, вот так вот. Потом буду просто монтировать его отдельно. Всем привет. Вас приветствуют мои бабочки из шипона со стразами разноцветные. Вас приветствует мой друг, помощник, лесной дух Долтаро. Разноцветный. Я хочу сделать обзор ароматов персонажей из КАЭРД. Из клинка рассекающего демона. Я впервые увидела ароматы этих персонажей на зоне. Мне захотелось попробовать их. Я купила себе Конродзи и Ренгоку. Ренгоку, потому что мой любимый персонаж. У меня есть Худи с Ренгоку, у меня есть подболка с Ренгоку, у меня есть кружка с Ренгоку, у меня есть... Тетрадка с Ренгоку. И ещё у меня много всяких разных идей, что я себе хочу с Ренгоку. И что я хочу с ними делать, да. Вот. Я буду говорить о пяти... Сегодня я буду говорить о пяти ароматах разных персонажей. И хороших, и плохих. Ещё один аромат я... Не получилось мне купить. Ну, я думаю, что я его куплю обязательно потом. Это Акадзе. Акадзе или Акадзе. Кто как называет. На зоне его зовут Акадзе. Вот. О нём потом скажу, просто если не забуду, что он есть такой, и его можно попробовать делать с ним. Фантазии и Ренгоку, вместе с Ренгоку, всякие там слэш-фантазии, фан-слэш, ароматный слэш. Ну, фантазии... У кого какая фантазия насчёт этого? Ладно. Первый аромат... Самый вкусный. А я и буду идти от самых вкусных к самым невкусным. То есть поменьше, менее вкусным. Первый персонаж – это Канродзе. Так, и ещё хочу сказать, это не реклама, но я хочу сказать, что посылка в упаковке с ароматом вам идёт, кроме самого аромата, это флакончик. Но берегите его, потому что у меня первый флакончик, первый аромат, и я его раздавила в своём рюкзаке. Неудачно на него села. У меня теперь рюкзак пахнет Канродзе. Вечно. Но мне пришлось купить новый флакончик, потому что тот уже не пшикал, потому что он был разбитый, естественно. Извините. Так. Надо поставить, на не беспокоить. Вот. Ну что же я могу сказать об этом аромате. Блин, я забыла. Извините. Я хочу, чтобы он у меня играл на фончиком на фоне. Да. Анид Сантин. Люблю этот трек. Канродзе. Слива, ромашка, фрези, ноты. Сам аромат мне нравится. Он пластичный, он объёмный, он очень глубокий, и он напоминает мне жвачку. Фруктовую жвачку. Он такой съедобный аромат. Нравится. Из всех ароматов, по-моему, мне нравится больше всего. Такой очень. Фруктовый, да. И он такой ароматичный. Самаромантичный очень. И персонаж, и аромат тоже. То есть, они думали. Они, наверное, долго думали о том, какой аромат кому дать. Второй персонаж, второй аромат, он нравится мне меньше, чем Канродзе, но, в принципе, он тоже вкусный. Мне все ароматы нравятся. Просто каждый из них нравится меньше. Вот. Второй аромат у нас, второй персонаж, это Уцзуй Тенген. Или Тенген Уцзуй. Кто как его называет? Он тоже съедобный. У него ноты арбуз, ананас, черника. Естественно, очень съедобный. Это всё хочется съесть. Он такой кисленький, сладенький. Больше сладенький, чем кисленький. Сразу встает перед глазами образ нашего могучего воина-ниндзя с бледной кожей. О май гаад. О май. Так, ладно. Всё. Это отдельная тема. А мой любимый персонаж Ренгоку. Третий. К сожалению, это третий аромат, потому что он, в принципе, мне нравится. Да, он приятный аромат. Это ноты лаванда, мёд, миндаль. Он такой тоже сладкий. Миндаль. Напоминает мне о ликёре Моретто или цианистой калии. Кому как, что он тоже пахнет миндалём. Ну ладно. Это уже не в ту степчету. Ренгоку Кёджера пахнет у нас миндалём. Он такой сладенький. Он огненный, приземлённый. Удзи тоже приземлённый. Он менее объёмный и воздушный, и романтичный, чем в этом роде. А Ренгоку, он вообще прям такой земляной-земляной. Хотя он огненный должен быть, и огонь в нём тоже присутствует. Но... Такой очень насыщенный аромат. Острый, я бы так сказала. О, вкусно. Вкусно. Следующий аромат. Пошли плохие парни у нас. Это у нас Мунзан. Наклеечка такая у него. Не знаю, кому-то... Может быть, кому-то попадётся другая наклейка. Кстати... Ещё я хотела сказать, что в упаковке с ароматом два пробничка. Наклейка тематическая по франшизе. В подарок идёт шоколадка и мотивирующая открыточка маленькая. С ручной подписью. Спасибо нам за подарок. Спасибо за покупку. Будем рады отзыву. Такие у них. Сейчас покажу. В каждой упаковке вот такие штучки. Это зеркалка, но ничего страшного. В общем, поники, да? И два таких вот пакетика с пробничками. Но там на этих пробничках не написано, что это за персонаж. И на самих флаконах не написаны ноты, что большое впечатление. То есть я, конечно, могу записать, там запомнить, что, например, у Мунзана ром, пион и ваниль. Пион. Это не синяя паучья ривия, но, в принципе, он, наверное, похож. Пион. На синяя паучья ривия. Хотя сама ривия, у нее запах довольно специфический. Как вы знаете, эти цветы используют у нас, приносят на могилы. Вот. Часто. И может загрушиться голова от аромата лилии. Вот такие у меня ассоциации ассоциации с этим ароматом. Кроме того, что это у нас пьяный аромат, ром. Это же самое, что рунгоку. Это у нас ликер. Амаретто. Это какая-то конфета шоколадная. Та конфета, которую ты не хочешь съесть и посмаковать ее два часа. Конфета, которую ты хочешь сожрать. Один раз уснуть, у тебя выработается во рту огромное количество слюны, накопится, и ты ее просто проглотишь. Просто мгновенно. Это та конфета, которую ты хочешь сожрать. Мне очень нравится этот запах. Очень нравится этот аромат. Я бы его носила. Денно и нужно. Но так как мне очень нравится рунгоку, я его надеваю чаще, чем мудзам. Как состав ароматерапии, аромацвета фантазия терапии, есть такая терапия, аромацвета терапия, можете погуглить. Еще есть такая терапия цветы баха. Тоже можете погуглить. Это интересно. Она может, кстати, это может помочь. Именно как часть терапии, психотерапии, рейки, состав терапии рейки, телесно-ориентированных психотерапевтов, массаж тайский, аромомассаж, массаж головы. Пятый. По значению, но не как персонаж. Это тоже плохой парень. Это у нас Доума. Больной ублюдок Доума. Он хороший. В смысле, он прикольный. Мне нравится этот персонаж. Он интересный, он сексуальный. Он, конечно, злой. У него такой интересный характер. Девушек любит убивать. Ну, ладно. Он кисло-сладко-горький. У него ноты слива, ваниль, фиалка. Но я бы никогда не подумала, что это эти ароматы. То есть, у него такая сердцевинка, такая очень острая, очень острая сердцевинка. Я бы сказала, опасная сердцевинка. Но аромат мне не очень нравится. Я бы его не надела. Это очень на любителя. И я не любитель. То есть, он специфичный, довольно специфичный, специфический аромат. Но как, именно как для возбуждения фантазии, чтобы представить, что это у нас доума, он пойдет. Интересно. Аромат интересный, но я бы его не надела. Он только как бы для меня, для меня. Только в домашних, для домашнего использования. То есть, я даже мудзана бы надела с меньшей опаской, чем дома. Вот так вот. Еще акадзе. Еще есть акадзе. У него ноты апельсин, персик, ром. Но я его не не слушала ни разу. Я потом, когда его куплю, может быть, еще раз делаю обзор уже с акадзой и посмотрю, как у меня будет, как у меня будет арома слэш акадзе рингоку. Да. Фан слэш. Это мощно. Ну что, надеюсь, вам понравился этот обзор. Я не часто делала обзоры. На самом деле, я никогда их не делала. Ну, возможно, если этот обзор примут хорошо, я буду. Я поставлю их на постоянную основу. Дежурная фраза ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Всем добра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok